всем привет друзья с вами любопытный геймер и мы продолжаем играть в dark souls 3 у нас на очереди сражение с боссом местной локации то есть боссом эритила я в прошлой серии нашел довольно быстрый путь к нему и на этот раз я наверное все таки воспользуюсь помощью фантомов писишных тут же было два каких-то козла ускоса ну смысле таких невидимых чувачка а точно они померли я же их убивал да 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 я забыл посидеть у костра ставить я забыл посидеть в костра в этом моя проблема и именно поэтому здесь все такие мертвые а я такой без эстуса точно но мало того я забыл сходить в храм огня туда мы отправимся а то у меня 45 тысяч душ стынут и надо их как-то пристроить что ли наверное пришло время пришло время поднять немножко а точно я же хотел черт 13 не хватает на две ячейки заклинания печаль это грусть конечно это все очень неприятно ну да ладно наверное мне нужно больше жизни нет жизнь и ловкость вот так скажем 18 а что я могу например съесть вот так если хватит мне этого или нет ура хватает еще на один уровень и это будет стойкость вот теперь мы отправимся убивать босса церковь ёршки жалко нет описания никакого вообще мне довольно интересно почему рыцари которые обитали в иритиле и служили понтифику салево но вдруг оказались в лодрике в частности на высокой стене потому что ворд из холодной долины там был и в поселении нежити был рыцарь с иритильским мечом чуваки идите нафиг ау ты за что меня ударил бесчестная тварюга да точно здесь вот эти парни достаточно весело ну и наверное да я хочу призвать анри ну выходи анри гулять надо же все таки когда-то ее призвать на бой ну и босс все таки незнакомый все дела а здесь был еще какой-то фантом вот этот ты чернорук готтарт я не знаю кто такой чернорук у него интересный меч давай позовем его с нами ну чуваки завалим вот это вот вертихвост а ау он кстати учит меня жестов это интересно что вы делаете ребят кого вы пытаетесь убить там никого нет психопаты связался же с маньяками а ладно давайте посмотрим кто у нас здесь церковь может быть это чемпион чемпион чего упс а понтифик салливан господи это же ты собственной персоной оу так анри ты не трогай ты оу а че это вызвал двойника какие то ты штуки можешь Оу. Ух ты! Кого-то там... А, вы загасили этого гада, второго. Ау! Хватит! Тень можно убить. Понтифика тоже. И тогда умирает его тень. Ну, логично. Душа Понтифика Салливана. Ммм. Спасибо тебе. А, навей. Отличный бой. Ну, в общем, никто не сомневался, что без фантомов... Ну, то есть, с фантомами это будет намного проще. Оно, собственно, и было не особо сложно. Когда они давали мне лечиться и все такое. Но он такой живучий. Что же это за душа и что она дает? Душа Понтифика Салливана. Так, та-та-та-та. Ага. Понтифик Салливан из Ретилы запер бога старой королевской династии в заброшенном соборе, чтобы скормить пожирателю. О, как. То есть, Понтифик Салливан пришел в Анарлонда. Запер бога старой церкви. То есть, имеется в виду... Ну, собственно, а кого он мог запереть, кроме Гвиндолина? Наверное, никого. Гвиндолин последний оставался в столице. То есть, видимо, Понтифик пришел сюда за секретами древних богов. Основал здесь орден. Наштамповал рыцарей. Скормил пожирателю. Олдрик имеется ввиду, я так понимаю. Ведь это Олдрик у нас очень сильно любил похавать плоти человеческой. О, темный дух. Вас славь солнце. А здесь что? Здесь дальше локация или что? Я так понимаю, здесь будет полно вторжений. Я видел это в... А... Повезло мне. Две ящерки, это хорошо. Ну, пока меня не трогают. Я могу побегать здесь и поискать что-нибудь. Что здесь еще можно поискать? Да будет навык. Ах ты этого не заслуживаешь. В общем, ничего интересного. Ну, ящерок я расколол. Мерцающего титанита набил. 30 тысяч душ. И надо еще посмотреть, что же делается из души понтифика. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Это что, гиганты? Еще интересно, как попасть туда. Вот реально гиганты. Мертвые гиганты. Елки, полки локации-то продолжаются. А у нас еще есть возможность пойти вниз. О-у-у-у, смотрите-ка. А это кто? Серебряный рыцарь опять? Очень может быть. Майя извел верных холдериков. Это какой-то ПВП Ковенанс, что ли? Да вы замаяли. Где-то у меня был какой-нибудь... Хороший фантом. А, это, кстати, вот этот... Вот про этот прикол я вам говорил. Вы его вызываете, а он враждебный. Элодин! Привет! Ну, ты куда так ломанулся-то, дружище? Там ко мне какой-то темный фантом прибежал. Вон он бежит. А, здорово! Я не очень... Рад тебя видеть. Поэтому иди сюда. Ну да. Ага. Типа того. Еще темный дух. Конечно. Ага. Теперь вы меня вдвоем решили, да? А вот так вот не хочешь? Отведай-ка силушки богатырской. Ага. 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 Задрали. Ага. Поймал. Ага. 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 Ладно. Что, ну ладно. Где-то здесь мои души лежат. Ко мне, конечно… Нельзя вторгаться, когда я в этой форме. Но, мне не так скучно играть. Ну ладно, побегаем пока так Где мой цвай Так, я остановился на том, что Ходил туда, и там меня били Ну ладно, я зато восстановил эстусы Возможно, здесь можно подняться наверх Я надеюсь Да, здесь можно О-оу Фаер стартер, блин Хватит Психи Вот здесь вот была душонка Вот она Ты Какого хрена, какая у тебя дальность вообще Ублюдочные, а? Сколько тебе заплатили? Что, ты тоже будешь колдовать? Да блин Какого фига ты промахнулся? Давай Давай Конечно Всю жизнь мечтал Станет и станет Та? Ты елки-палки Утомительные пацаны Сейчас В спину кто-нибудь наверняка Пока Пока И, главное, с них ничего не дропается Вот что удивительно Короче, пошли к черту О, или все-таки дропается? Человеческие отбросы? Что? А, свидетельство того, что верный Олдрику исполнил долг Доказательство того, что верный Олдрику терпеливо ожидающие возвращения пожирателя богов Выполнили свой долг Отбросы самое тяжелое, что есть в человеческом теле Они погружаются на дно самых темных глубин И там превращаются в оковы, сдерживающие этот мир Не думал, что у человеческих отбросов такая глубокая концепция понимания Ну ладно Что я еще хотел бы сделать? Я хотел бы вернуться назад немножко и посмотреть Возможно, можно... Возможно, можно зайти в эту дверь И таки можно Действительно Что у нас тут? О, и тут что-то есть Окей Там ящерка была на той стороне Отлично Простой самоцвет Требуется огонь Не понял Ну и что? Опять надули Никакого огня здесь не требуется Ладно Что ж с тобой поделать То есть здесь можно спуститься обратно к костру Непонятно только на кой Я это могу Оббежать очень быстро Но могу еще и сюда пойти Так О, в сундук Впереди враг Впереди теснина Да, это мимик Субтитры сделал DimaTorzok мимики здесь очень дамаговые но при этом очень легкие золотое ритуальное копью копье уж не гвиндолина ли это палочка ритуальное копье рыцари темной луны получали такие копья пока салливан не провозгласил себя понтификом можно использовать в качестве посоха с этим оружием чары создаются посредством веры еще один такой предмет спасибо предупреждающим конечно где надпись о бесцельности к сожалению ее нет ладно я не хочу растрачивать возможность пройти дальше потому что я так старался убивать этих чертовых клириков мне отвалился баф что прискорбно не могу пойти туда и но не знаю если в этом особый смысл наверное здесь все соединяется наверное больше не буду пытаться убивать боссов в компании фантомов да я понял чувак это то самое место это то самое место из первой части которые я люто ненавидел и наверное все ненавидят откуда часто стреляют здесь у нас эти чуваки мне не знакомы это возможность обойти их в принципе о-оу вот как впечатляем вот 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 Эти ребята в Доранских сетах И соответственно с Доранским оружием Потому что булавы у меня такие есть Ау Так, ну че хрен, иди сюда Да блин, шо ж такое Как ты меня задрал, а? Какой ты опасный Но нет, ты не будешь этого делать О, и за него дают Доранские копья Собственно булавы-то у меня уже есть А копья И сет есть Копий не было Ну понятно Ну скорее всего этот враг не респавнится И слава богам Всем, включая Гвинделина Гвина Гвинвер И кто там еще у них был Окей Там была еще блестяшка И еще внизу я не ходил Да-да-да, здесь не одна блестяшка О, привет Разбушевался-то, а? Ну, осколок титанита дропнул Правда, всего лишь осколок А не большой осколок Как делали его товарищи Вот здесь большой хесть Мало текстурно Но красиво В общем И целом я доволен Очень-очень-очень-очень Классные виды У меня остался всего Один эстус И Давайте, ребята, с глазками Покеда Этих разбросали Кольцо с темным камнем Защищает от тьмы Очевидно Каменные таблички Предназначены Для истинных рыцарей А темно-фиолетовые Каменные таблички Даются рыцарям нежити Усиливает поглощение Урона от тьмы Логично И остается только Идти к костру Потому что Без эстусов Я дальше просто не выживу Ну уж На прохождение локации Это мне фантомы не нужны Мы помучаемся так Ну и кстати Наверное, стоит заглянуть В храм Огня Ну, кстати Я же не дал Прах Я в прошлой серии Нашел прах Новый Для Торговки Я его ей не отдал Поэтому обязательно Надо сделать Так Лудлет Да, у меня есть для тебя душа Меч правосудия Двуручный меч Магия Физика Церемониальный меч Который понтифик Салливан Держал в левой руке Воплощает правосудие луны Но магия, которой он пропитан Не лунная Это скорее чары Темно-синий клинок Куда более темный Чем самая темная луна Отражает истинную природу Чародея Салливана Это он выпускает волну света Интересно И другой меч Меч скверный Церемониальный меч Который понтифик Салливан Держал в правой руке Воплощает оскверненное пламя Давным Давно, когда Салливан Был еще молодым чародеем Он обнаружил оскверненную столицу И немеркнущее пламя Под ретильской тундрой И жгучее стремление Укоренелось в его душе Интересно Это гигантский меч Д-д-д То есть от интеллекта Скеллица еще Вдобавок ко всему 107 179 233 Ну это конечно не ДПС Это просто урон за удар А сколько ударов я успею сделать Это вопрос Что бы мне взять Рывок вперед и сильная атака Окутывает клинок огнем Пух Ну вообще все прикольное Ну пусть будет в этом прохождении Меч скверны Посмотрим его Как он хоть выглядит Эээ где ты А вот он Красивый Это определенная вариация Меча Гвина Он конечно не так выглядит клинок но похоже гарда и рукоять навык не понял а где же этот самый странно ничего не окутывает ну да ладно лучше цвай еще пока ничего не придумали бабуль у меня есть для тебя пепел пепел с экскрементами прекрасно файна что скидом let this ash вистану норишмент договорились и снивая с контент так ну и что же ты теперь продаешь навозные пироги навозный пирог на веревке чудесно это то чего я хотел а что нибудь новое она начала продавать доспех элитного рыцаря к чему бы это так шлем из черного железа сверх тяжелый сет и доспех палача а ну это это продавал ну по-моему после убийства как там его звали то в общем спутника анри имбецил который не разговаривал а ну и корона вольнера корона вольнера завоевателя картуса когда-то подобные вещи с особым почтением передавали по наследству законным повелителем пока вольнер не пред не поставил их на колени и не стер их короны в пыль тогда осталась лишь одна корона и вольнер единственный верховный повелитель завоевал он все это дело негодяй так ну и что пишут про стальной шлем гарация молчаливого любившего холодную громоздкую броню первый хозяин шлема как говорят был злобный палач которого в итоге убили и сняли с него эту броню палач ну ладно наручи из черного железа наручи из черного железа часть набора брони печально известного цорига грозы рыцаря а вот во что он был одет цориг это тот который был с гигантским мечом который у меня до сих пор есть такие доспехи по слухам передавали элитным рыцарем павшие асторы одно только упоминание об асторе вызывает боль возможно именно мечта о ней и притянула анри на далекую родину известную лишь по названию окей мне не нравится то что начали ее продавать эту броню у меня нету эстуса и могу еще сильнее сделать свой а у меня есть обломок титанита а стоп обломок титанит это хорошо ночью кстати чем опыться еще вот посмотреть ну давай больше цвая для бога цвая у меня 5 титанитовых чешуек это хорошо копья копья осколками мне не очень нравится это оружие поэтому я вообще копья не люблю хотя они в принципе слегка имбоваты так и что у нас еще есть морцающий титанитовая чешуя да кстати вот еще интересно у сера крыса продавался такой интересный меч вот этот двуручный меч рыцаря лотрика я пожалуй куплю посмотрю что это вообще такое у него меньше конечно базовый урон но у него урон молнии идет и он очень круто выглядит он не напоминает меч зигфрида из то есть дефолтный меч зигфрида из файтинга soul age уже soul caliber и soul кто-то там еще с playstation серия дружище а что я могу сделать чтобы укрепить это оружие чем она по она простым титанитом аппетита до плюс трех то я тебя могу аппетита ну твой конечно круче но 343 368 он круче но не то чтобы принципиально мне нравится это оружие возможно какое то время даже побегу с ним что у тебя за навык яростная атака почему он не делает ничего дальше а вот что он делает то есть меч салливана примерно то же самое должен делать да только еще а он 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 убавит на совсем на огонь у 314 343 368 но это то плюс 7 уже а это всего лишь дефолтный а он 243 это под огнем он 343 значит ну цвай пока круче по-любому еще я хотел сделать одну вещь а это было поселение нежити по изи краба убить чтобы его расстрелял у березы товарищ когда я ходил в храм глубин я понял что он стреляет туда где белая береза ну в смысле я мог бы это понять раньше но я же тормоз вот я этим пользовался в храме глубин а вот в болоте я не сообразил что этим можно было пользоваться и убить ну таким образом краба краба я убивал самостоятельно выманивая его на мелководье но потом туда возвращался и хотел сделать это снова и вот после этого он тоже не стрелял что у меня несколько настораживает ну может это глюк но что-то мне подсказывает что нет да кольцо с ястребом умер но почему странно почему он умер я честно говоря не догоняю это не стрелы которые летели в него это стрелы которые он пускал и что за кольцо то по-моему оно увеличивает дальность стрельбы да дальность полета стрел это кольцо связывают с гохом соколиный глаз одним из четырех рыцарей гвина первого повелителя в старшем возрасте великана глуха ослепили впрочем это не помешало ему повергнуть несущего бедствие дракона выстрелом из своего большого лука отсылка к dlc первой части когда герой убивает дракона каламита с помощью гохо который просто на звук выпускает стрелу и подбивает дракона лишая его возможности летать и вот тогда уже можно каламита уничтожить ну и наверно давайте повысим уровень почему бы нет что еще хочу я хочу сил жизней а я сколько мне надо 20 94 стоп я могу еще раз а ну да пусть будет еще стойкость мы догоним мы догоним до 20 все потом ученость не знаю пока не придумал поскольку все бафается от ловкости возможно стоит вернуться совсем х квалити билду и попробовать сделать что-то с оружием боссов мне понравился все таки вот этот меч он такой клевый я имею ввиду внешне на самом деле он не слишком отличается от всего остального меч я все жду когда торговка начнет продавать большие осколки титанита ну и он имеет электрический урон что в принципе наверное неплохо а может и не очень хорошо учитывая что защита снимает процентное содержание от каждого типа урона то обычно лучше концентрировать урон в какой-то одной области а кстати вот интересный такой момент он вообще бафается да он бафается его реально бафнуть огнем несмотря на то что у него будет у него сразу электрический огненный и физический правда и то и другое и третье невелико ладно на этом мы с вами серию завершим спасибо вам за просмотр ждите следующих серий ставьте лайки дизлайки оставляйте свои комментарии с вами был как обычно любопытный геймер до связи